Я все-таки, наверное, не историк, практически совсем не историк, а скорее социально-политический теоретик. Поэтому я чувствую себя не совсем комфортно на площадке историков, но полагаю, что возможен плодотворный диалог с историком, даже если историки не всегда в этом уверены. Проект, которым я сейчас занимаюсь, если попытаться сформулировать, я буду говорить очень лично про то, что меня занимает. Собственно, даже не дохлад, а скорее размышления слуха. Интересует меня просвещение. Просвещение европейское, просвещение российское, просвещение как особого рода феномен в истории человечества, если позволить себе высокопарные фразы. Первый вопрос, который возникает у человека, интересующего просвещением, это что такое просвещение. Как определить объект исследований, что мы изучаем, когда мы изучаем просвещение, когда мы хотим изучать просвещение. Я попытаюсь в двух словах описать постановку проблемы, как можно проблематизировать эту тему. И вместе с концептом просвещения возникает еще один концепт, практически столь же, с такого же малого масштаба, если позволить себе немножко иронии, а именно концепт общества. Последняя тема или подтема в этой проблематике просвещения, с которой я столкнулся, это проблематика общества в 18-м, в первой половине 19-го века. Что такое общество? Когда мы описываем или пытаемся, или хотим описать, создать историю общества в России, что, собственно, мы должны описывать? И одним из таких импульсов, критических для меня, оказался историографический подход, который, как мне показалось, стал или становится достаточно модным у традиционных историков. Я не знаю, насколько я прав, может быть, вы меня поправите, как историки, и мои нападки окажутся вам несправедливыми. Подход, опирающийся на такую триаду, которая для этого стиля мышления является базовой фигурой мысли. Триада государства, общества, народ, в рамках которой предлагается мыслить и писать историю России в этой историографической традиции, которая апеллирует Ключевскому к дебатам не только в историографии, но и вообще в общественной мысли вокруг реформ Александра II и в пореформенное время. И вот эта базовая фигура, трехчастное государство, общество, народ становится такой рамочной для понимания того, как надо писать историю. И, соответственно, российская история становится тремя параллельными историями. Историями государства российского, историей русского общества, в общем, именно русского общества в этом стиле мышления использует такое выражение. И история русской народности или русского народа. При этом, с моей точки зрения, по моему глубочайшему убеждению, общество, понимаемого как концептуальная противоположность, с одной стороны, государству, с другой стороны, народу, в XVIII веке не существует в принципе. И в первой половине XIX века. Вот так понимаемое общество отождествляется, общество в рамках этой триады, обычно отождествляется с фигурой общественности. Тоже, по ничью, важная для стиля историографического мышления, рождающегося примерно в середине XIX века. Общество есть общественность, общество есть прогрессивная часть публики, мыслящая, критически мыслящая, противопоставляющая себя государству и отделяющая себя от народа, неспособного в силу недостатка интеллектуальных ресурсов участвовать в критическом дебате. Но в XVIII веке и в период просвещения российского, в общем, что такое период просвещения, тоже большая проблема, как датировать российское просвещение, но, может быть, два слова скажу позже об этом. В российском просвещении такого общества нет, так общество не мыслит. По крайней мере, с точки зрения того, что мне интересно, а мне интересно, то, что, наверное, Александр бы назвал стилями самоописания или зеркалами мысли, я назвал бы, может быть, порядком дискурсов, если использовать термин Фуко, или, если использовать категории битгенштейновской мысли, скальный грунт словоупотреблений, определяющий стиль мышления, интеллектуальную парадигму, то есть те глубинные структуры языкового словаупотребления, которые являются возможностью, условием возможности, концептуальным условием возможности тех или иных форм культурного опыта. То есть это некий бэкграунд, некий подвал дискурсов, фундамент, на основе которого могут строиться уже различные политические взгляды, различные системы ценностей, которые могут быть противоположны, могут вступать друг к другу в дискуссии, в том числе и очень критические, и тем не менее основываться на одном и том же скальном грунте словоупотребления, принадлежать к одному и тому же культурному миру, к одной и той же культурной вселенной, радикально отличающейся от других культурных миров. Меня интересует, в частности, просвещение, как такой особый культурный мир, отличающийся радикально от того, в частности, что мы находим в полеформенное время в России. Меня больше интересует проблема культурных разрывов, чем преемственность. И вот под этим углом зрения никакого общества, понимаемого как общественности, в культурном мире под названием просвещение в России нет. И анализ словаупотреблений, тщательный, с моей точки зрения, приводит к тому, что категория общества, понимается в рамках концептуальной, как концептуальная противоположность категории естественного состояния в это время. Российская мысль основывается на концепции общественного договора, который приходит из Европы в это время. И это не просто умозрительное построение, не просто теория естественного договора и общественного договора естественного права, а это стиль мышления, который становится равен здравому смыслу во второй половине XVIII века. Мыслить общество в рамках концепции общественного договора, теории права равно здравому смыслу. Естественно, не для всего населения России, и может быть даже не для всей части образованного общества, но для его значительной части. И в рамках этого стиля мышления общество, слово общество, в специфицированных контекстах, где говорится, даже не где говорится, а где тем или иным образом отсылается к концепции общественного договора и естественного права, в таких контекстах общество употребляется полностью синемичным образом с категорией гражданское общество. Общество и гражданское общество – это одно и то же в языке эпохи. Противопоставляются они не государству и не народу, как было бы в рамках триады, идущей от Ключевского, а противопоставляются категориально естественному состоянию людей, природному состоянию людей. Это классическая фигура мысли для традиции общественного договора и естественного права, фигура двух состояний. И общество таким образом понимается в этот период как совокупность сообщества людей, живущих под одними законами, известными законами, и объединившихся сознательным и национальным образом в акте заключения договора для совместной жизни во имя общего блага, предполагающего блага каждого. Это такая классическая фигура понимания общества, возникшего в результате общественного договора. Любопытно, что люди, чеческий опыт в эту эпоху, по крайней мере в части образованной публики российской, проживается именно в рамках такой фигуры мысли. Это не просто теоретическая абстракция, это то, как люди понимают свое место в общественной жизни, еще раз, да, в достаточно узкой, может быть, ограниченной части образованной публики, но здесь для меня в этом пункте важно не количество, а важен стиль мышления, реальность стиля мышления. И то, как люди понимают свое место в общественной жизни, и как они живут в соответствии с этим пониманием. Вот такая фигура общества является базовой фигурой, которая делает возможным дальнейший культурный, моральный, политический опыт субъекта как в частной сфере, так и в публичной сфере. И между, соответственно, так понимаемым обществом и обществом понимаемым как общественность существует глубокий культурный разрыв, который приходится на Николаевскую эпоху. Вот эта триада же, на которую опирается, это историография идущая, условно говоря, от Ключевского «Государство, общество, народ». С моей точки зрения можно проследить генеалогические корни, генеалогическое эхо с триадой уваровской идеологии, православие, самодержавие, народность. И эта тема требующая отдельной серьезной проработки, но в качестве такого спекулятивного тезиса я бы предложил рассматривать эти две триады как генеалогически связанные и предполагать, что замена среднего члена, где вместо православия возникает общественность, объясняется исторической спецификой развития мыслящего слоя в России. Поскольку российские историки этого времени по-реформенному и вокруг реформы, и не только историки, и многие общественные деятели, публицисты, являются выходцами из духовного сословия, и для них размежевание с поколением отцов является очень важным экзистенциальным выбором. И то, что в этом стиле мышления, в этой триаде на место православия становится общественность, это не случайно.